Друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор самого популярного каменного дома площадью 150 квадратных метров по проекту Ламандия. Добро пожаловать! Друзья, ознакомьтесь, это хозяйка этого замечательного дома Марина. Марина, добрый день! Добрый день! Как давно уже заехали в дом, когда долгожданное событие произошло? Заехали совсем недавно, месяца полтора назад, может быть, два. Скажите, вот сколько у вас в общей сложности эта стройка длилась? По-моему, наверное, годика два-три, да? Да, наверное, два уже не помню. Два с половиной, да. Вообще, какими для вас, для вашей семьи был этот период? Ну, все, в принципе, было нормально, ничего такого экстремального. Достаточно быстро все получилось, наверное. Вот. Быстро появилась коробка на таком ровном пустом месте. Вот. И... Ну, и ремонт практически вот за год, наверное. А когда шел этот процесс, в принципе? Были ли какие-то проблемы при строительстве? Может быть, при отделке? Ну, вот, при возведении внутренних стен пригласили рабочих, и, как обычно, все сложилось так, что были путевки в природный курорт, уехали на четыре дня, вернулись и ужаснулись, да, потому что стена шла вот как-то вот так, а потом вот так. Я так понимаю, вам не АПС ДСК возводили, да? Внутренние стены, да, не АПС ДСК возводили. Ну, и что ребята делали? Ну, потом все это переделывали заново. Ну, в общем, они в АПС ДСК, да. А, даже так. Вот. А КПС ДСК вопросов нет, что касается коробки, да, все. Нет, я задаю вопрос не только об АПС ДСК, потому что, ну, сами понимаете, даже это же канал полезный, в принципе, о строительстве. Каждый должен понимать, что его ждет, потому что кто-то нанял рабочих там со стороны, и они сделали классно, а кто-то... Ну, да. А кто-то... При возведении отделки нашего дома очень много участников, поэтому... Скажите, ну, вот вы выбрали каменный дом по проекту Фламандия, друзья, это один из самых популярных наших домов, его, наверное, хочет каждый третий наш заказчик. Скажите, за время строительства не было ли каких-то мыслей, что, может быть, нужно было сделать комбинированный, или, может быть, как-то поиграть с фасадом дома, сделать что-нибудь там, например, добавить какой-нибудь... Какое-нибудь... Немножко какого-то дерева на фасад. Да, муж вообще изначально хотел очень деревянный дом. Но у него три женщины, да, поэтому... Марина и две дочки, поэтому... Ну, да, считается же, там, дышится лучше, что-то более натуральное. Вот, но так как мы имели опыт проживания в таком небольшом доме-бане из сруба, то как-то уже вот поднадоели немножко эти желтоватые, не белые стены. Вот, хотелось чего-то ровненького, идеального в таком современном каком-то стиле. Ну что, друзья, давайте тогда пойдем и уже посмотрим этот замечательный интерьер. Так, друзья, мы сейчас находимся во входной зоне. Здесь у нас уже сразу несколько помещений. И давайте начнем с котельной. Покажите, пожалуйста. Давайте посмотрим. Вот она такая совсем небольшая. И вы здесь ее чуть-чуть... И вы чуть-чуть ее здесь превратили в такую постирочную сушильную. Да, это как бы и прачечная, и постирочная, и котельная, или бойлерная. То есть здесь собрано все оборудование, котел, бойлер, выводы, все труб. Тут спокойно можно подключить теплые полы на первом этаже, на втором батареи, радиаторы на первом, на втором. В общем, все, что тебе захочется отрегулировать температуру в доме. Ну и также вот стиральная машина, сушильная машина. И повесить, погладить. Тоже можно все. И благополучно закрыть двери. В общем, спрятать всю бытовуку. Потому что каким бы красивым не было интерьер. Но если посреди комнаты стоит сушилка, как бы она полезной, какой бы она ни была. Ну, так все. Мне очень нравится, как у вас сделаны осветительные приборы. Что это за решение? Что из себя эта система представляет? Ну, наверное, это какое-то дизайнерское решение. На самом деле у нас был дизайнер, которая помогала нам особенно в части электроосвещения, розеток. И она предложила, да, это ее идея. Я вряд ли, наверное, придумала. Светодиодная лента с каким-то таким, в каком-то профиле, с какой-то накладкой. Нет, просто, знаете, есть ощущение, да, что вот оно прям как бы так настолько интегрировано в стену, как будто это часть стены. Я тут маленько потрогала. Чуть-чуть объемно. Что у нас здесь? Санузел. Проходите. Санузел. Есть практически все, кроме ванны. Но она у нас расположена на втором этаже. Ну, в принципе, два санузла в доме. Да. Да. Душевая кабина, две раковины. Как-то мне хотелось, чтобы с утра, когда все собираются, как обычно, в одно время на работу, в школу и в детский сад, как-то все это сопоставить и сделать более удобным. Ну, смотрите, вот здесь как раз уже немножко добавили дерево, да, таких темных акцентов. Да. Это была рекомендация дизайнера или компромисс с мужем? Нет, это как раз-таки то, что мне нравится. И темное дерево, и какой-то там серый бетон. Это все здорово, но в большом объеме, в большую гостиную с кухней я побоялась расположить такие цвета, чтобы сделать светлее и объемнее. Вот, а вот, как бы, все вот эти решения нереализованные сделала здесь. Ну, и вообще здесь очень интересно то, что это, получается, у нас зона под лестницей, да, друзья? Да. Да, друзья, просто обратите внимание наверх, вам станет все понятно. Это у нас зона под лестницей. Посмотрите, как она красивая, интересно обыграна. Ну, а здесь душевая. Ну, и вот здесь в зоне душевой, да, самое главное всегда, где разместить вот эти вечные наши шампунки, бальзамчики. И здесь такая небольшая ниша, она не бросается в глаза, и здесь все вот это спрятано. Поэтому классно проработал ваш дизайнер. Ну, да, полочку вот два дня назад на самом деле повесили. Ну, мы уже знали, что у нас битье. А до этого все неудобно стояло на полу, все мокло было в каких-то брызгах, каплях. Ну, вот просто по сути, да, вот это помещение под лестницей, да, оно такое достаточно сложное, с такой непростой геометрией. Но посмотрите, когда к работе присоединяется профессионал, посмотрите, как это все можно интересно обыграть. Ну, я думаю, что стоит просто заглянуть в вашу гардеробную. В самое главное помещение в доме, особенно когда в доме три девушки. Сколько у вас вообще гардеробных комнат? Две. На втором этаже тоже есть, да? Да, именно гардеробных две. Она общая на втором этаже или такая примастер-спальня? Примастер-спальня. Ну, да, если можно так назвать. Скажите, пожалуйста, как вот вы обустроили это пространство, какие у вас рекомендации для девушек, которые хотят, чтобы в доме всем хватало места для хранения нашего всего самого драгоценного? Ну, пока, наверное, еще рано для советов, потому что еще на самом деле все в ней недообустроено. То есть это пока что единственный, по сути, шкаф в этом доме. Ну, те, которые планируются там в детских на втором этаже, плюс еще там два полноценных шкафа на первом этаже, все еще вот в плане, в общем, все заказываем, еще все не готово. Вот, поэтому пока все хранится вот так сумбурно, без порядки какого-то определенного. Друзья, вот такой простой лайфхак, да, как расширить пространство. Зеркальная дверь, зеркальный шкаф. Вот прекрасно. У меня тоже в спальне такое решение. И, знаете, вот реально спальня выглядит намного больше. Ну, и здесь в гардеробной тоже такое решение. Я когда первый раз зашла, мне показалось, что здесь намного больше пространства. Ну, я решила, что зеркало необходимо в гардеробной. Но оно здесь и функционально. То есть сразу как-то примерить, приложить, посмотреть. А вот как бы все, так как все у нас полками занято, чтобы максимально использовать пространство, решили, вот, сделаем дверь зеркальную. В плане мест хранения у вас, в принципе, как с этим домом? Вообще мест хранения очень много. Вот вы все продумали это. Ну, наверное, да. Дизайнер говорила, что, не помню, 30% или 50% практически там должно отводиться под места хранения. Что их должно быть, да, очень много. Друзья, вот это очень важная информация. Мест для хранения в доме должно быть много. И я говорю не только о гардеробной комнате, я говорю о кладовках и так далее и тому подобное. Ну что, давайте посмотрим вашу кухню-гостиную. Давайте. Как планируете использовать вот эту нишу? Вот здесь будет очередной шкаф с распашными дверцами. Ну, тоже достаточно такой большой. Для вещей, там, для книг? Для вещей, да. Для книг мы предполагаем сделать вот здесь какой-то там сантиметров на 40 глубиной. Ну, вообще, по моей задумке, если это все удастся реализовать, то будет что-то в виде стены, такой сплошной стены с какими-то дверцами скрытого монтажа. То есть, в идеале, это смотрелось бы как стена, но на которой висит телевизор, в которую встроен биокамин. Вот. Но там вокруг телевизора, если получится, то чтобы были доступны какие-то ящички для документов, для какой-то мелочи. Ну, не для одежды. Ну, а пока здесь у нас такая свободная, минималистичная зона. Но вы знаете, что, в принципе, сейчас есть такой тренд, ничего лишнего. Поэтому я так понимаю, что вы, в принципе, тоже не хотите слишком сильно загромождать пространство. Ну, да, то есть, это будет там сантиметров 40. Я думаю, что не должно съесть много пространства. Вот. И выглядеть как стена. Ну что, друзья, здесь большой диван. Вы любите такие посиделки перед телевизором с семьей? Да, любим. Какое-то время вот жили как раз-таки в небольшом доме-бане, где у нас не было дивана даже на первом этаже. Что, в общем, очень соскучились по этим посиделкам перед телевизором. Видите дальше? Ну что, девочки, завидуйте. Остров. Кухонный остров – мечта всех хозяек. Скажите, вот это решение, оно действительно того стоит? Оно действительно настолько удобно и функционально? Или это была просто такая красивая картинка из архитектурных журналов? Нет, я уже, на самом деле, успела оценить функциональность острова. Ну, в общем, не хочется разворачиваться спиной и работать возле стены. Хочется как-то обратиться к свету. И, в общем-то, такая достаточно удобная рабочая зона получилась. У вас две раковины? Да. Просто обычно делают остров без раковин? Нет, остров делают и с раковинами, и с варочными панелями. Вот, просто обычно раковина одна. Вот, это вот моя такая хотелка, хотя все, включая дизайнера, родственников, друзей были против. Вот, но я просто знаю свою семью. Я знаю, что мы там ужинать, допустим, мы можем отдельно, а, например, в выходной день завтракаем мы вместе. И никому не нужна рабочая площадь большая, всем нужна раковина. Плюс под раковиной у нас мусорное ведро, над раковиной у нас тарелки-чашки. Вот, и все мы вчетвером стоим в очереди вот именно вот здесь. Ну, в общем, знаете, я так просто прикинула. В принципе, одна хозяйка, если что, здесь, другая хозяйка там. И нет той вот легендарной вражды между женщинами на кухне. Друзья, ну а сейчас за моей спиной вы видите, как можно обыграть зону под лестницей, скажем так, с внешней стороны. Мы уже посмотрели, как ее обыграли в ванной комнате. Ну, а здесь у нас? Микроволновая печь, духовка и, ну, шкафчики. Поэтому в этом доме нет зоны второго света, вообще хотели? Или все-таки больше хотели? Больше функциональных помещений? Больше функциональных помещений, да. Мне нравится второй свет, но, наверное, не для нас. Пока. Ну, подождите, все еще впереди. Какая здесь высота потолков, потому что, несмотря на отсутствие второго света, все равно как бы нет какого-то давления сверху? Около трех метров. Да. Марин, скажите, что у вас здесь вот такие ниши в потолке? Это встроенные карнизы для занавесок. То есть преследовали цель, чтобы, ну, как-то минимизировать внешний вид карнизов, и шторы будут висеть прямо из потолка. Вот. В задумке. Скажите, не было соблазна сделать какие-нибудь окна в пол? Был соблазн, да. Ну, как-то вот возвесили стоимость радиаторов, которые устанавливаются в полу. Так как предоставляет АПСДСК возможность сделать такие окна на 50 сантиметров, отступающие, по-моему, от пола, вот, то решили, что это, наверное, отлично. И вот остановились на таком решении. Друзья, знаете, я сейчас о чем подумала. Очень часто наши герои говорят о том, что, ну, им не нравятся такие стандартные классические белые радиаторы, да, они самые доступные по цене, они прекрасно выполняют свою обогревательную, обогревочную функцию. Но, вот смотрите, когда у нас полностью такое белое пространство, обратите внимание, как они хорошо гармонично вписываются в это пространство, такие простые радиаторы. Поэтому, если хотите, чтобы вам не пришлось потом думать, а как это интегрировать, чтобы это все было красиво, просто выбирайте такой светлый белый дом, и здесь они сливаются с этим помещением и абсолютно не бросаются в глаза, и просто выполняют свою функцию. Ну, а здесь у нас большой обеденный стол. Ну, я тут случайно обнаружила, что его размер можно слегка увеличить. Да, он раскладывается с обеих сторон, да. Ну, друзья, теперь вот такие столики-распашонки, а не как в нашем детстве. Ну, вы поняли. Марина, расскажите немножко о выборе лестницы, потому что для многих наших клиентов лестница – это прям головная боль. Как правило, сама компания PSD-SK лестницами не занимается, но вот я одного клиента жду уже где-то год, они все переделывают лестницу. Поэтому как у вас шел этот процесс, какую вы хотели, и нравится ли вам то, что вы получили? Ну, да, тоже было очень много мыслей, в итоге остановились вот на монолитное, по-моему, она называется. Вот, ну и как-то все просто, достаточно получилось. Она, ну, такая светлая, как-то все влилась в общее пространство. Надеюсь, что сильно не бросается в глаза, но при этом… Нет, совершенно нет. При этом, наверное, когда лестница находится в гостиной, мне кажется, что это красиво и как-то расширяет пространство, нежели она была бы между там двух каких-то стен. Обратите внимание, здесь есть умная система освещения, и каждый раз, когда мы в темное время суток будем наступать на ступеньку, здесь она будет подсвечиваться. Да, очень удобно, хотя тоже многие отговаривали, говорили, что постоянно что-то там не срабатывает, ломаются эти датчики движения. Ну, вот, пока нам все очень нравится. Какие у нас помещения есть на втором этаже? На втором этаже спальня, две детские спальни, одна для взрослых родителей и санузел с ванной. Я понимаю, почему этот дом стал одним из самых популярных. Вот здесь, согласно всем последним тенденциям, нет ни одного сантиметра-миллиметра лишнего пространства. Вот мы попали на второй этаж, здесь такая небольшая общественная зона, две детские, мастер-спальня и санузел. Все, ничего лишнего, потому что часто очень наши зрители переживают, а как это все обогреть и так далее. Как вам уже оплата счетов? Ну, на самом деле, достаточно немного получается. А у вас здесь есть газ? Да, конечно. Не всем так везет получается, даже слегка меньше, чем при оплате коммунальных услуг в квартире. Ну что, давайте посмотрим на ваши интересные интерьерные решения на втором этаже. Давайте. Проходите. Одна детская спальня. Ну что, друзья, и тут самое интересное, и то, о чем мечтают ваши дети, в том числе, это качели. Мы уже поговорили с бабушкой, она сказала, что это любимое место вашей дочки, что она приходит, просыпается и уже начинает качаться. Поэтому... Да. Я так понимаю, это не сложная конструкция, да? Ну, в принципе, да. Если вовремя купить брус, на который закрепить, а не везти его в машине Мазди 2, как я, чтобы не исцарапать машину, вот, то ничего сложного нет. Так, друзья, ну вот посмотрите, здесь в детской комнате уже, скажем так, более яркий интерьер. Здесь есть акцентная стена с какими-то птичками, павлинчиками. Вторая акцентная стена. Ну, а здесь такая классическая светлая зона. Ну, да, это вот такое предложение дизайнера, и вот, ну, в целом нам понравилось. Ну, здесь и любят поярче. Да, решили все осуществить, так, как нам предложили. И у вас здесь еще очень любопытно как-то установлены люстры. Да. По-моему, я сейчас пытаюсь вспомнить дома с мансардным монтажом, которые мы снимали, но как-то... Да, это... Тоже не самое типичное решение. Не для мансардного потолка, конечно, люстра. Вот, но как-то так получилось, что выбор пал на нее, и, в принципе, я переживала, что свет будет падать в одну сторону, в той зоне будет темно. Но нет, на самом деле, все хорошо. Давайте посмотрим вторую детскую. Друзья, детская номер два, и здесь уже такой более спокойный интерьер. Для старшей дочки уже не нужны такие акцентные стены, она не любит? Да, мы решили не переборщить с горохом на стенах, и вот, поэкспериментировать, сделать все по-другому. Хозяйка комнаты решила рассказать, как ей вообще переезд в этот дом. Расскажи, пожалуйста, вообще, как тебе? Мне нравится, появилось большее пространство, своя комната, возможность уединиться, потренироваться со мной. Ты же гимнастикой занимаешься? И тебе прям вот этого пространства хватает, или ты больше на территории занимаешься? Ну, на территории тоже. Здесь так разминка по мелочи, а там можно и с предметом позаниматься. Слушай, ну у тебя здесь еще фортепьяно? Да, можно поиграть тоже хорошо, никто не слышит там одной. Здесь такая хорошая звукоизоляция, что... А на электронное можно отрегулировать звук. Скажи, пожалуйста, что вот... Я, насколько знаю, вы же совсем недавно переехали, да? Что еще хочется сделать в комнате? Ну, шкаф приобрести. Женщик? Чтобы там, ну, вещи свои, вещи много тоже. Тоже, чтобы как-то одеваться, зеркало, подкрашиваться. Ну, в общем, наши нормальные девчачьи дела. Да. Ты сама придумывала дизайн интерьера, как все будешь располагать? Ну, частично, да. Хотела, чтобы вот не было в середине комнаты кровати, чтобы было больше места. Слушай, ну твои сестры такая яркая комната. Как тебе такие? Не хотела ничего? Ну, я не хотела такого прям яркого, чтобы было что-то, типа каких-то птичек или еще чего-то. Ну, уже по-детски, да? Да. Ты нам за кадром рассказывала, что пианино, фортепиано хочешь убрать? Ну, да. Лучше бы его, конечно, вниз, чтобы было еще больше места. И я считаю, что он сюда не сильно вписывается в интерьер. А, скажи, пожалуйста, ты для семьи музицируешь? Ну, да, иногда. Тебе самое нравится? Да. Обратите внимание, я вот и хорошо помню, что на нашей прошлой съемке, когда здесь еще не было отделки, мне в глаза бросились, скажем так, очень нестандартные окна. Марина, чем вы руководствовались? Функционал или эстетика? Эстетика, причем, наверное, даже не в части интерьера, а экстерьера с внешней стороны дома. Мне показалось, что так симпатичней. Надо будет посмотреть, потому что здесь-то у нас стандартно, опять же. Ну, да, здесь обычное окно, а тут оно, в принципе, такое какое-то очень высокое, узкое, ну, относительно своей высоты. Как вы обустроили ваше пространство? Ну, естественно, кровать, где хочется отдохнуть. Еще пока не заказали тоже прикроватные тумбочки, которые как-то все это должны тоже расширить и сделать удобным. Гардеробная, тоже в процессе изготовления пока что. Это не классический квадратик, и здесь у нас еще есть гардеробная. Вот. А что здесь у вас за материал? Такой приятный на ощупь. Да, это гибкий мрамор, есть гибкий камень, гибкий мрамор, не помню, гибкий камень, наверное. Вот, то есть они немножечко там по структуре отличаются, а по сути это... Ну, выглядят они как рулоны, рулоны, что-то похожее на обои с какой-то вот каменной крошкой. Вот. Но изначально у меня задумка была, я увидела фотографию в интернете с камнем травертин, но он очень дорогой, там тысяч в 200, наверное, обошлась бы вот эта стена небольшая. Вот, поэтому, ну, выбрали вот такой вариант. Это намного дешевле? Это что-то похожее, да, это 30 тысяч обошлось. То есть, обратите внимание, интересно смотрится и не банально. Ну что, друзья, а здесь в ванной комнате еще одна женская мечта. Насколько я знаю, многие девушки очень сильно хотят как раз вот такую ванну, которая не как-то не встроена в стену, скажем так. Мы от таких решений устали в квартирах. А вот так. Ну да, с таким большим окном в центре комнаты. Очень мечталась. Вы уже насладились? Нет. Еще нет, кстати, да. Пока используется душ, да, чаще всего? Пока для детей используется. Еще в процессе ремонта, то есть он пока отнимает время, и вот как бы не до расслаблений пока что. Ну, если говорить о детях, удобно? Да, вполне. Ну, мне кажется, в принципе, когда к ванне можно подойти с обеих сторон, мне кажется, это прекрасно. Да, у нас была на самом деле такая ванна, правда, в таком ретро-стиле. Она там была немножко... Такой эконом-вариант вот в доме-бани, как раз, где мы проживали. И там вот у нас была ошибка, мы расположили ее поближе к окну, и получилось вот такое неудобное очень пространство, очень сложно было в плане уборки. Вот, то есть тут как бы она ближе к центру, и очень удобно. Ну, и здесь я у вас тоже наблюдаю такое сочетание фактур. Скажем так, классическое что-то для ванной комнаты, какая-то плитка, да? Да, здесь планируются еще крючки для халатов или полотенец. Вот, ну, то есть такая тоже немножко недоделанная зона. Ну, и такие не бросающиеся в глаза шкафчики для хранения. Знаете, друзья, я заметила очень часто клиенты, которые выбирают дом с мансардным этажом, у них вот ванная комната на втором этаже, знаете, она такая, как чуланчик какой-то, а вот здесь прям такое пространство, прям приятно, здорово, поэтому все-таки, если вы любите водные процедуры, не отказывайтесь себе в удовольствии сделать эту комнату вот такой более объемной. Марина очень часто спрашивает, какой материал выбирают для пола. Что здесь у вас? Обычный керамогранит, ну, так как это ванная и наиболее просто в уходе. А если говорить об общественных экспериментах в зонах и спальне? Да, в общественных зонах вот мне почему-то хотелось ходить не по камню, вот, поэтому я очень долго топила, спорила со всеми и вот все-таки настояла, чтобы это был ламинат, а не керамогранит, который сейчас часто делают полностью во всем доме. Марин, я знаю, что очень часто родители переживают из-за второго этажа, маленьких детей, поручни и безопасности. Как у вас? Да, поэтому мы решили сделать поручни на этих стеклянных перегородках, хотя... Ну, они такие не бросающиеся в глаза, в принципе. Да, ну, вот в моих таких каких-то дизайнерских мечтах, наверное, лучше было бы без них, вот, но все-таки функциональная часть взяла свое над какой-то эстетикой и решили сделать. Ну, и здесь у вас в зоне второго этажа, в принципе, тоже достаточно высоко сделано ограждение, поэтому... Да, это тоже вот такое мое решение, я очень переживала, там какие-то... Ну, мои дети навряд ли, наверное, стали бы перепрыгивать как-то через поручень, но есть другие дети... Есть гости, да? Да, есть гости, там какие-то мальчишки, мало ли что, поэтому решили вот прям повыше сделать, хотя тоже все мастера говорили, что так никто не делает, что это не нужно совершенно. Ну, вот где-то приходилось настоять и сделать, как нам кажется, правильно. Ну, многоуважаемые мамочки и папочки, на самом деле, с эстетической точки зрения я вообще не вижу... Это совершенно никак не портит вид, поэтому, может быть, если бы это была зона второго света, хотя и там, я тоже думаю, что никак бы это не повлияло, но, честно скажу, да, там, зная там рост маленьких детей, мне бы было вот так спокойнее. Мне кажется, эстетика не пострадает, а ваше спокойствие, ну, оно бесстыдно. Да, потому что высота, конечно, такая большая достаточно. Какие работы еще впереди? Я знаю, что сегодня к вам должна приехать бригада и закончить работы по вашей террасе. Да, начать работать по террасе, да. Вот, до нее как-то вот руки все не доходили, долго ждали мастеров, решали, каким образом ее сделать. Вот, с начала лета мы мечтаем, чтобы в нашу зону отдыха, как раз расположенной с этой стороны, не приходилось отбегать весь дом. Вот, ну вот, конец лета у нас начинается погода. Я так понимаю, у вас терраса будет такая небольшая, потому что у вас, в принципе, уже есть где отдохнуть, да, там у вас и мангал, и стульки, по-моему, и стульчики, насколько я помню, что-то у вас там было уже. Ну, да, на самом деле тоже очень долго думали о какой-то деревянной площадке, которая выходит за пределы террасы некрытой. Вот, но пока это тоже вот все в раздумьях, и для начала решили сделать просто террасу, для того, чтобы удобно было выходить из дома именно вот в нашу зону отдыха. Марина, спасибо большое, что нас сегодня пригласили к себе. Я надеюсь, что все работы, которые вы запланировали, закончатся в самое ближайшее время, уже соберете большую компанию друзей, родственников и устроите какие-то приятные посиделки в вашей, скажем так, общественной зоне. Спасибо большое, что приехали. Приятно было очень с вами пообщаться. Друзья, у нас на этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам дом. И, конечно же, не забудьте поставить нашей героине лайк. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok